В данном случае мы сейчас рассмотрим с вами постизометрическую релаксацию нижней косой мышцы головы. Она прикрепляется, соединяет между собой поперечный отросток первого позвонка и отстистый отросток второго. Эта мышца в основном участвует в повороте головы. Рассмотрим случай такой, когда нижняя косая мышца с правой стороны находится у нас в тонусе, то есть она напряжена. Отличие от рассматриваемой методики постизометрической релаксации, той, которую мы рассматривали раньше, состоит в том, что вначале я буду выбирать, доходить, напрягать вот эту и без того напряженную мышцу. Мышцу до такого состояния, что переходя границу уже возникнет болевое ощущение. То есть мы выйдем на грань болевого ощущения. Каким образом? Вначале я наклоняю голову, подбородок перемещается в сторону груди несколько. И в это время эта мышца уже в какой-то мере становится еще более напряженной. И слегка поворачиваю голову в сторону здоровой нижней косой мышцы. У нас вот эта находится в тонусе, правая. Как бы выбираю люфт, если я движение сделаю дальше, то у меня возникнет болевое ощущение или даже возникнет спазм этой мышцы. Нам переходить эту границу не следует. То есть вот я дошел до этой границы, а дальше будет пост-изометрическая релаксация. Больной будет стараться повернуть голову в обратную сторону. Массажист будет препятствовать этому движению. То есть у нас будет происходить изометрическая работа той мышцы, которая находится в тонусе. Это все будет продолжаться 5-7 секунд. После этого я попытаюсь увеличить допустимую амплитуду поворота головы. Следующее движение. Начнется уже из достигнутого положения. Вот мы несколько увеличили возможность поворота. Дальше опять делаем изометрическую работу. Опять больной пытается повернуть голову подбородком в сторону здоровой мышцы. Массажист препятствует. То есть опять изометрическая работа. 5-7 секунд. Релакс. И во время расслабления я опять увеличиваю амплитуду этого поворота, доходя до нового положения. Таких движений может быть 3-4. Как это происходит? Вот я слегка опускаю подбородочек и груди. Мышца эта несколько напрягается. Выбираю, дохожу до легкого сопротивления. То есть если дальше я пойду, возникнет болевое ощущение. Я остановился. Напрягайте. Напрягайте. Поворачивайте. Релакс. И я несколько поворачиваю голову. После небольшой паузы опять я прошу больного повернуть голову. Я не даю. Происходит изометрическая работа. Прошло 5-7 секунд. Релакс. И я продолжаю это движение дальше. После 3-4 таких движений, когда мы объем движений в головы нам удалось несколько увеличить, следует выполнить опять все расслабляющие движения, которые мы делали до начала массажа. Продолжение следует. Играйте. При терапии в следующ.